В Уфе открылся центр по производству узлов для вертолетных двигателей. Он будет работать на базе Уфимского мотора строительного производственного объединения, сообщает в правительстве региона. В центре есть 310 единиц современного оборудования, включая станки с ЧПУ, высокотехнологичные обрабатывающие центры и оборудование для сварки и пайки. Общий объем инвестиций от Ростеха составляет более 8,5 миллиардов рублей. Работа центра будет организована по принципам бережливого производства. Ежегодно центр будет производить моторокомплекты мощностью до 5000 литров топлива в секунду каждый. Двигатели предназначены для гражданских и боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-28 и К-52. Будет реализован проект шрик-кодирования, что позволит вам отслеживать движение деталей по всему производственному процессу. Автоматизированный склад, который интегрирован в систему управления ресурсами предприятий. КЛМ, терминалы, которые дают возможность доступа онлайн с операторского места по всей конструкторской технологической документации. Тут реализовано решение в области проекта, в области интернета вещей, мониторинг оборудования и повышение его эффективности использования. На базе предприятия сегодня побывали глава региона Ради Хабиров, замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров и первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артиков. Для информации, проектная мощность центра составляет до 350 моторокомплектов в год. На эти показатели планируют выйти уже в 2021 году. Во втором квартале 2020 года в Башкортостане было выдано более 45 тысяч кредитных карт. По этому показателю республика занимает пятое место в стране. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы выданных займов данного вида в регионе сократились практически вдвое. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Специалисты бюро отмечают, что на фоне пандемии коронавируса банки стали ужесточать кредитную политику, ориентируясь лишь на надежных заемщиков. А сами россияне выбрали тактику снижения долговой нагрузки, ограничения потребления и осторожного принятия решений о кредитовании. В то же время сами участники рынка говорят, что объемы выдачи кредитных карт сократились из-за продолжительного режима нерабочих дней в стране и в ближайшее время выйдут на прежний уровень. Да, действительно, мы видим, что сократился в втором квартале объем заявок по кредитным картам. Но это же было объективно. Почти два месяца изоляции, и граждане, клиенты банка находились дома, боялись выходить на улицу, а у нас работали только дежурные офисы. Сейчас клиентный поток практически восстановился. Мы увидим скачкообразное увеличение числа заявок. И надеемся, что к концу года, по нашим прогнозам, спрос восстановится. Тенденция снижения объема выдачи новых кредитных карт наблюдалась во всех регионах страны. Самые ощутимые сокращения зафиксировали в Москве и Московской области. Здесь показатели упали на 61,58% соответственно. Более чем в два раза показатели сократились в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В Башкортостане могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. По прогнозам экспертов, республика в этом сезоне может потерять до полумиллиона тонн урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе региона. Уже пострадала часть посевов в Зауралье, а именно в Хайбуллинском, Баймакском, Обзелиловском районах, а также на северо-востоке республики. Состояние озимых культур удовлетворительное. Потери могут быть среди яровых культур. Как отметили в Минсельхозе, в этом году аграрии республики ожидали выйти на рекордные показатели по сбору урожая. Однако сейчас на них рассчитывать не приходится. Сохранившийся объем на полях составляет 3,5 миллиона тонн зерна. Засуха уже повсеместна, аномальная жара. Но к этому времени, конечно, что хорошо, что во многих местах уже озимые культуры, в которых у нас около 400 тысяч гектаров, они уже успели созреть, и на них уже сильно не повлияет. Но вот то, что на яровые зерновые, конечно, это скажется, потому что в период налива колоса как раз такая жара стоит. Поэтому, конечно, того рекордного урожая уже не будет. Ну и сейчас региональное ведомство готовит документы для введения режима ЧАЭС в республике. В этом случае аграрии смогут рассчитывать на возмещение потерь урожая. На сегодняшний день в Башкортостане засеяно 3 миллиона гектаров, из них 2 миллиона гектаров – яровые. Стала известна дата открытия в Уфе муниципального уличного кинотеатра. Первый сеанс под открытым небом горожане смогут увидеть в ночь с 20 на 21 июля. Автокинотеатр, рассчитанный на 54 автомобиля, откроется в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорги. На площадке будут обеспечены нормы социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавируса. Фильмы будут транслировать с 10 часов вечера, а днем пространство переоборудует под картинг. Посетители кинотеатра увидят фильмы на большом экране последнего поколения, а звуковой ряд фильма можно будет слушать прямо с аудиосистемы автомобиля. Также на площадке предусмотрен фудкорт с выбором еды, снеков и напитков. Общая стилистика автокинотеатра выдержана в стиле пинап. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова